Доброе утро! 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 со мной. Дело лично. Каждый день буквально. Я не думаю, что у вас появится возможность после таких махинаций работать на территории субъекта Российской Федерации Самарской области. Понятно, что строительство – это не один день. Но Дмитрий Азаров дал обещание сделать все, чтобы работа была выполнена. Тема дольщиков на особом контроле и у президента России. Владимир Путин дал поручение всем уровням власти и всем службам активизировать работу в этом направлении. Вот именно это совещание большую надежду вселяет. Надеемся, что как раз все получится. Вот именно по нашему объекту. Поэтому не хватало вот этой жирной точки. И услышали мы от губернатора. Я думаю, что мы на верном пути. У нас большие надежды. Самое главное, чтобы те протокольные решения, которые будут вынесены губернатора, они бы исполнялись. Сразу же после того, как я озвучила нашу проблему, ко мне подошли люди из администрации Самарского района, из органов прокуратуры. И, соответственно, я надеюсь, что все-таки подконтрольно наши вопросы будут потихонечку, потихонечку, но решаться. И на объект найдутся те деньги, которые, ну, наверное, куда-то делись. Открытое совещание с дольщиками обозначено еще одним знаменательным событием. Дмитрий Азаров стал первым главой региона, который извинился перед всеми пострадавшими. Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства. Я приношу вам извинения и за действия власти или бездействия власти, которые во многом в предыдущий период, это разные годы у нас есть здесь сзади, люди, которые уже десяток лет ждут своего жилья. Совещание уже дает результаты. На следующий день по дому на Садовой состоялась встреча в администрации Ленинского района. Решать проблему 128-го квартала будут пошагово. Сегодня в Самарской области 80% всего жилищного строительства – долевки. Это в общей сложности 5 миллионов квадратных метров. В них вложено 67 миллиардов рублей денег инвесторов. По данным Минстроя, объем из данного жилья в этом году уже почти наполовину больше, чем в прошлом. И тем не менее, такое строительство остается рискованным мероприятием. Федеральные власти решили не ждать, когда в очередной раз грянет гром. Сейчас разрабатывается законопроект о новой схеме инвестирования. К ней будет подключаться дополнительное страхующее звено. Правительство уже подписало постановление о создании некого фонда по аналогии с агентством страхования вкладов в банковской сфере. Из денег этой организации будут финансироваться недострои. Ремонт многострадальной кровли в Тольятинской многоэтажке на Московском проспекте вышел на завершающий этап. Напомню, работы в рамках областной программы начались еще летом, но в какой-то момент строители решили, что легче бросить, чем закончить и оставили все как есть. Жители спасались от осенних дождей подручными средствами, жаловались в различные инстанции. Крыша протекала, а рабочие на объекте появляться перестали. Здесь относительно недавно было пролитие квартир. Фондом были приняты меры. Подрядная организация восьми квартирам возместила финансовую компенсацию. Двум квартирам они частично восстановили ремонт. Также раздали свой контактный телефон для того, чтобы жители могли обратиться, у кого еще остались замечания, повреждения в квартире и готовы всем либо возместить финансово, либо сделать ремонт. О проблеме телерадиокомпания «Губерния» рассказывала еще месяц назад. Тогда работы на объекте обещали закончить в срок до 31 октября. Но у подрядчика снова что-то пошло не так. То погода дождливая, то перебои с поставками материалов. Были перебои с поставками материалов. Лето есть лето. То есть не одни мы тут. Крышу все ремонтировали. Нас поставили в очередь на поставку. Пришлось ждать. Тут лет 50 эту крышу по-человечески не ремонтировали. Только проводили текущий ремонт путем наклейки дополнительных слоев. Причем, скажем так, как ямочный ремонт производился. То есть не целиком крыша, те пятна, которые протекали. В результате здесь набралась крыша толщиной до 12 сантиметров. Сейчас все это срублено, вывезено и постели новый слой. По словам подрядной организации, ремонт крыши должен уже наконец-то завершиться в начале декабря. Перемены, необходимые в сельском хозяйстве к разработке новых механизмов поддержки аграриев призвал Дмитрий Азаров. В этом году по урожайности зерна был поставлен рекорд. Но у позитивного события есть и обратная сторона. В регионе остро не хватает площадей для хранения полевой продукции. Почти отсутствует переработка. Вот и пришлось, добытое трудом, продавать по явно заниженным ценам. В особых изменениях нуждается и животноводство. Мясом область себя обеспечивает лишь на 53 процента, молоком немногим больше. Почему так вышло, что способны на большее, но довольствуемся меньшим? В нашем материале. 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна намолотила область в этом году. Но рекорды могут не только воодушевлять. Большой хлеб стал головной болью аграриев. Сельчанам предлагали цены на уровни себестоимости. С проблемой напрямую столкнулся фербер Валерий Железников из Хворостянского района. Летом мы побывали на его базе. Все склады забиты под завязку. Но вместо радости у сельчанина одни переживания. За урожай дают гроши. Пшеница 4 рубля, рожь там 3 рубля. Сейчас вот эти цены пошли. Ищемень отошел тоже. 3,54 рубля уже ищемень отошел. Просто губительные цены. То, что можно сказать, то, что это зерно намолочено, лежит в складах, практически пойдет только на одни затраты. Рекордный урожай вскрыл еще ряд узких мест. В регионе недостаточно площадей для хранения полевой продукции. Слабо развита система грузоперевозок. Практически отсутствуют предприятия по глубокой переработке зерна, позволяющие создать продукты с высокой добавленной стоимостью. Эту проблему наряду с другими поднял на встрече с главой региона Евгений Чичев. С конца 80-х годов в обкоме он курировал сельское хозяйство. И сегодня ратуют за то, чтобы как можно больше местных продуктов было на самарских прилавках. «Чтобы решить задачу обеспечения населения, в два раза увеличить производство мяса и в два раза увеличить производство молока. И полностью 700 миллионов яиц, штук яиц, 700 миллионов штук яиц, которые мы сегодня закупаем в зоне для обеспечения. Мы закупаем 120 тысяч тонн мяса в убойном весе, 400 тысяч тонн молока». Глава региона Дмитрий Азаров предложил создать более эффективную программу развития областного АПК, а ветерану отрасли принять участие в ее составлении. Пробелы в действующих мерах поддержки очевидны. Несмотря на возросшую продуктивность в молочном секторе и рост объемов производства птицефабрик, губерния обеспечивает себя молоком на 56%, мясом на 53%. Увеличить производство собственных продуктов питания, а значит помочь аграриям активнее работать с крупными торговыми сетями, такую задачу ставит глава региона. Сейчас местной продукции в ассортименте сетевых супермаркетов области меньше трети. Основные группы присутствия – молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, картофель и овощи, колбасные изделия. Получить пропуск на прилавке ритейла нелегко. Необходим большой объем производства и ритмичность поставок, плюс качественная упаковка и штрих-кодирование. Продукция фермера Владимира Рузанова из Борского района условиям соответствует, но в крупные сети он пока не пришел. Единственный в регионе производитель мяса индейки нашел альтернативу. Альтернативные источники – это рынки, организация сейчас на Алабино. Отличная ярмарка, все хорошо продается. Через три дня она закроется. Мы хорошо там продаемся. Почему бы не продлить? Почему бы рядом с теми же сетями не выставлять павильоны? Почему? Для местного производителя. Снять проблемы с быта местным производителям может Агропромпарк. Там мелкие и средние фермеры смогут продать свой товар без посредников. В Агропромпарке будет непосредственно многофункциональное оборудование, которое позволит производителям обеспечить именно штрих-кодирование, упаковку товара, решить вопросы с логистическими проблемами. Новая программа, нацеленная на рост производства собственных продуктов питания, заработает уже в следующем году. Об этом глава региона заявил на празднование Дня работника сельского хозяйства области. Наверняка почти мы с вами вместе определим новые механизмы поддержки, которые даст импульс развития отрасли. Повышение урожайности, надоев, привесов. Уверен, что с вашей помощью, с вашим опытом, с вашими профессиональными знаниями и энергией мы точно эти задачи решим. И, конечно же, мы продолжим решать задачи по поддержке молодежи населения. На праздники чествовали передовиков отрасли. Почетные звания, грамоты и благодарности от президента и главы региона. И для сельчан это очень важно. Но впереди у аграриев большая и ответственная работа – обеспечить продовольственную безопасность губернии. Помощь в решении этой непростой задачи областное правительство окажет. Вообще, эта неделя, впрочем, как и предыдущие, была насыщенная. Десятки мероприятий, не меньше важных встреч у руководителя области. Их результат – социально-экономическое развитие региона. Сейчас предлагаю вашему вниманию краткий обзор. О борьбе с нелегальной миграцией, экстремизмом и терроризмом речь шла в областной прокуратуре. В регионе сегодня только официально зарегистрировано свыше 233 тысяч мигрантов. Как показывают исследования, в губернии все больше граждан положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Однако негативные факты все еще имеют место. Руководитель области акцентировал внимание правоохранителей на необходимости четкой и слаженной работы по пресечении незаконной миграции. Не менее важной является деятельность по адаптации и интеграции законопослушных иностранцев в общество. Во время визита в Самару делегация агентства стратегических инициатив отметила как и положительный опыт региона, он касается реализации проектов в социальной сфере, так и отрицательной, над которым еще предстоит работать. Речь идет о позициях в рейтинге оси по инвестиционной привлекательности. Самарская область заняла лишь 65 место. Такую оценку дали в том числе бизнесмены. Они недовольны сроками получения разрешения на строительство, подключению к сетям, региональными мерами поддержки предпринимателей. Глава региона и генеральный директор агентства в ходе встречи обсудили возможные меры для исправления положения. Обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира – одна из первоочередных задач. Этот вопрос обсуждался в правительстве области. По оценкам экспертов, в регион прибудет около полумиллиона гостей. Воспользуются в основном они авиа и ЖД сообщением. Силовики проводят проверки стратегических объектов. Данные о нарушениях отправляют контрольно-надзорные органы. Также уже в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона речь шла о противодействии экстремизму, декриминализации лесопромышленного комплекса. Особое внимание уделили пресечению мошенничества в сфере ритуальных услуг. Дмитрий Азаров подчеркнул, необходим строгий контроль за соблюдением прав граждан. Пока этот вопрос остается актуальным для региона. Вопросы подготовки к выборам президента России обсуждали на рабочем совещании в правительстве области. В нем приняли участие представители территориальных избирательных комиссий, руководителей муниципалитетов, сотрудники силовых ведомств и МЧС. Одним из важнейших нововведений предстоящих выборов станет внедрение механизма голосования по месту фактического нахождения избирателя. Открепительные удостоверения отменяются. Теперь можно проголосовать на любом участке страны. Достаточно заблаговременно, минимум за пять дней до выборов, уведомить о месте через МФЦ или портал госуслуг. Стоит задача сделать компанию максимально открытой, прозрачной и доступной для всех категорий избирателей. Промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков стал советником Дмитрия Азарова. По приглашению главы региона он приехал в Самару и провел лекцию для студентов и преподавателей. Она продолжалась несколько часов и впечатлила многих. Да и оставаться равнодушными невозможно, когда речь идет об аэромобиле с вертикальным взлетом 3D-печати с помощью клеток живых существ и армейской экипировки с электронным интерфейсом. Руководитель Центра прототипирования высокой сложности на базе МИСИС рассказал, как будет выглядеть инновационное будущее и почему его нужно строить в Самарской области. Вот здесь мы находимся сейчас, а вот здесь создание искусственного интеллекта. Как только оно произойдет, все резко ускорится, резко ускорится, потому что машины станут принимать решения, и они гораздо быстрее, чем мы. Нам, чтобы вырасти, пройти через детский сад, школу, университет, нужно 25 лет. И еще не факт, что мы будем хорошим специалистом. А машине нужно ровно полминуты. О том, как технологии будущего изменят нашу жизнь и почему создавать их нужно в России, дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков рассказывает студентам и молодым специалистом вузов Самарской области. Сюда он приехал по приглашению главы региона. Владимир вырос в Тольятти, 20 лет жил в Европе, сотрудничал с крупнейшими мировыми брендами. В 2007 вернулся в Россию. Открыл мультиотраслевой центр промышленного дизайна и инноваций. По мнению Пирожкова, самый яркий проект компании – дизайн факелов эстафет Олимпийского и паралимпийского огня Сочинской Олимпиады. Планы же еще более грандиозные. Аэромобиль с вертикальным взлетом. Летательные аппараты будущего дизайнер намерен создать, сотрудничая с крупнейшими предприятиями Самарской области. Договоренность достигнута. Мы не подозревали, что в кармане телевизор может быть. То есть мы говорим о том, что если мы отвяжемся от дорог, это то же самое, что произошло с мобильным телефоном, когда он отвязался от провода. И тогда мы сможем быть в любое время, в любом месте, каждый из нас. Да, это будущее. Еще рано говорить даже о каких-то опытных образцах. Но это точно взгляд туда. Это точно взгляд уже в новый технологический передел. Это то, что в дальнейшем будет формировать экономику нашего региона. В команде Владимира Пирожкова в центре прототипирования высокой сложности на базе МИСИС работают 16 человек. Каждый суперкреативный и профессионал своего дела. Руководитель технологического спецназа говорит, он дизайнер-фрик и может воплотить в жизнь любую задумку. Вот новые полетные кресла для космонавтов Чигет. Легко адаптируются по росту и объему. Рассчитаны на человека любой комплекции. Использовать такие можно неоднократно, что позволит сэкономить на создании индивидуальных кресел для каждого космонавта, как это делают сейчас. Чигет легче по сравнению с аналогом из алюминия, а значит в полет можно будет брать больше полезного груза. Такие кресла будут установлены в пилотируемом транспортном корабле нового поколения «Федерация», в разработке которого участие также принял Центр прототипирования Пирожкова. Корабль запустят с космодрома Восточный в 2023 году. Совместно с Институтом инновационного развития Самарского медицинского университета создан проект «Нерочат», который позволяет общаться людям с тяжелыми нарушениями речи и движений. Концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы, на экране монитора человек может набрать любой текст. В Самаре они явно встретятся еще не раз. Киборги, роботы, созданные из живых клеток и искусственный интеллект после двухчасовой лекции Пирожкова уже не кажутся фантазией. И воплощать в реальность это надо в России, считает дизайнер. Как он сам говорит, его главная задача – сохранение и возвращение умов в страну. По себе знает, для молодых и перспективных сейчас здесь есть все возможности. Такой подход поддерживает и Игорь Дыдыкин, тоже промышленный дизайнер, тоже из Тольятти. Так же, как и Владимир Пирожков. Игорь уехал за границу, но через некоторое время вернулся в Россию и работает в Самарском техническом университете. Воочию удалось ощутить состояние, когда ты трудишься, а твой труд идет во благо тому месту, где ты находишься. И когда ты понимаешь проблемы, с которыми столкнулась твоя родина, то неминуемо об этом задумываешься. Для меня вопрос нашей промышленности, жизни нашей страны стоит очень острый. Владимир Пирожков стал советником главы региона по инновациям. В Самарской области большое внимание уделяют развитию технологической и научной баз, поддержке молодых ученых и специалистов. А потому именно здесь будут создавать проекты, способные совершить прорыв в будущее. После разговора о будущем вернемся в настоящее. Институт инновационного развития Самарского медицинского университета всего три года, но разработок уже немало. Например, на днях стало известно. Хирургическая система Автоплан пройдет клиническую апробацию в кардиохирургической клинике Дюссельдорфа. По мнению немецких специалистов, Самарская разработка позволит сократить риск ошибки врача. Подробности далее. Глядя на разработки самарских ученых, понимаешь, будущее для врачей и пациентов уже наступило. На помощь медикам сегодня приходит дополненная реальность. Навигационная система Автоплан. Уникальная разработка оперативно информирует обо всем, что происходит во время операции. Врач по ней делает сначала предварительное планирование. То есть он намечает все зоны, где ему что отрезать, что перевязать, в какой момент он близко подойдет к сосудам. После чего уже вот этот план, скорректированный с моделями, загружается в миграционную систему. Заходя в операционную, да, то есть у него есть два способа визуализации. Либо он смотрит на монитор, куда транслируется видеозапись вот как раз с этой камеры, либо он одевает очки, видит пациента, видит проекции всех органов. Операция проходит быстрее, снижается риск осложнений. Это уже могут подтвердить первые 40 пациентов, прооперированных с помощью автоплана. Хирургический комплекс недавно был отмечен президентом страны Владимиром Путиным на выставке «Россия, устремленная в будущее». Сейчас система готовится к апробации в Германии. Эту и другие передовые разработки наших ученых демонстрируют главе региона в Центре прорывных исследований Самарского медуниверситета, аналогов которому в стране нет. Среди них анатомический стол пирогов. Установка позволяет в мельчайших подробностях изучать внутренние органы и системы организма. Этим оборудованием планируют оснастить все медицинские вузы и профильные школы страны. Задача стола от макроуровня в микроуровень, то есть гистологию. Вот примерно вот печень, вот печень, это печень обычная, это печень... Вот нормально так выглядит, вот практически погибшая ткань. В подмогу будущим хирургам трехмерный атлас человеческого тела и тренажеру-симуляторы. Благодаря сенсорным датчикам хирургические инструменты могут предупредить врача, например, о близком расположении нерва или кровеносных сосудов. А эта разработка позволяет студентам очутиться в виртуальной операционной. Как отмечают здесь, это качественно новый уровень обучения специалистов хирургического профиля. Мы проводим здесь операцию тракистамию. Тракистамию. Так, то есть здесь есть подсказочки. Так сделать правильно разрез. Смысл в чем, что обучать впервые, вот крючок уже на больном не можешь, вот так. Это студент 4-5 курса, это ординатор, который обучается на курсе дипломов. И это человек-врач, который находится на специализации, к примеру, когда не перерывал сосудов. Вот его обучают здесь. Все очень доступно. Еще один проект – нейротренажер для пациентов после инсульта. Очки виртуальной реальности и специальные манжеты позволяют в буквальном смысле слова шаг за шагом возвращать их к нормальной жизни. Ощущение его полностью, что он идет, хотя он сидит. И вот эта вот тренировка для мозга и для мышц очень-очень нужна. Мы начинаем лечение в стационаре, потом пациенты выписываются домой, имея вот это оборудование и лечать этого оборудования. Они могут скачивать просто программки более сложные. То есть они спокойно их скачивают, более сложные и развиваются тем самым. То есть в процессе можно полностью уже нагрузку на мышцы рук, ног и дыхание. Реабилитация через компьютерную игру. Так ученые-медики предлагают помогать детям с ДЦП. Мы обговорили с врачами, с педагогами дополнительного образования, какие упражнения включить. То есть какие будут полезны ребенку на развитие рук, на развитие осанки, на развитие координации движений. Из этих упражнений мы составили комплекс. Ребенок выполняет этот комплекс, тренирует все группы мышц и координацию движений. И в то же время набирает очки в игре, играет и получает такую высокую мотивацию и удовольствие. В перспективе же можно тем же спортсменам, гимнастам. Ты ошибся в движении, то есть понятно тебе датчики и так далее. Ты ошибся в движении, тебе подсказал гравью. То есть это очень широкий спектр, конечно, возможно применения. Если еще пару десятилетий назад было сложно представить совместную работу врачей и айтишников, то сегодня без высоких технологий не обходится ни одна отрасль медицины. Костные импланты, силиконовые протезы, биопрепараты, медицинское оборудование, продукты инженеров технопарка СамГМУ. Вот уже три года идеи превращаются здесь в готовый продукт. Технопарк был задачей, СамГМУ решал, сейчас мы решаем задачу кластера. То есть любая компания может прийти, обратиться и сделать прибор, изделие. Сейчас на разных этапах продвижения находится более 70 инновационных проектов. Половина из них на предсерийном выпуске. К слову, среди разработок центра не только инновационные продукты в медицине, но даже сувениры к чемпионату мира. Сборный конструктор Самарского стадиона смоделирован в 3D и выполнен лазерной резкой. Очень хорошая идея. И я думаю, будет интерес вызывать, безусловно, и у болельщиков. Но почти нет сомнений в этом. В планах создать аналогичные конструкторы всех 12 стадионов чемпионата. Первые самарские медики подарили главе региона. Чтобы рассекретить гостайну и развязать войну, достаточно одной успешной кибератаки. Вопросы информационной безопасности недавно стали главной темой расширенного заседания Совета безопасности России, где Владимир Путин призвал повысить защищенность информационных систем и сетей связи госорганов. Самарские программисты и ученые из Санкт-Петербурга ответили на призыв главы государства. В эту пятницу впервые в мире был передан сигнал многоузловой квантовой сети. Почему такую киберзащиту не смогут взломать даже самые продвинутые хакеры? Схемы, компьютеры, провода. Привычная рабочая атмосфера программистов. Лишь на первый взгляд. Здесь происходит сеанс квантовой связи. Ученые из Петербурга стоят у истоков современных технологий в стране. Три года назад они запустили первую квантовую сеть. Она призвана прийти на смену старым методам защиты информации, а именно математическим алгоритмам шифровки. С помощью криптокомпьютеров скорость подбора к ключам, которые раньше создавали годами, теперь занимает миллисекунды. Барьером таким угрозам должна стать система квантовой коммуникации. Безопасность основана на том, что мы используем в линиях связи не обычный сильный свет, как в интернете, например, а используем одиночные фотоны, то есть кванты света сверхнизких интенсивностей. Одиночный фотон – это такая довольно хрупкая штука, и поэтому, если кто-то попытается в линию влезть, либо померить его без ведома пользователей, либо попытаться разделить, то у него ничего не получится, информация потеряется, и пользователи сразу будут знать о том, что кто-то их слушает. Индустриальным партнером ученых стали самарские программисты. За три года совместной работы разработан софт, подготовлен испытательный полигон. Именно в Самаре впервые в мире состоялась передача сигнала в многоузловой квантовой сети. Однако фотоновый коннектинг между тремя зданиями попытались разрушить. Сперва разорвалось оптоволокно, а потом последовала хакерская атака. Система моментально отреагировала. Во всех ситуациях произошел автоматический переход на другой канал. Мы шифруем, какие хочем данные, в любом объеме, и знаем, что эта информация гарантированно будет доставлена до получателя, и будет расшифрована только тем, у кого будет вот этот ключ. Если даже перехватить эту информацию, зашифрованную, то даже имея квантовый компьютер, не получится ее расшифровать, потому что неизвестен изначальный ключ. Успешное испытание имеет глобальное значение как для мировой системы информационной безопасности, так и для Самарской области в частности. К примеру, только на ресурсы правительства региона ежедневно совершается несколько миллионов кибератак. Квантовые технологии могут спасти от взлома информацию любой сложности. Это сотрудничество для нас очень важно. Я думаю, очень важно не только для компаний, но и для Самарской области в целом, поскольку мы существующие или наработанные компетенции в квантовой криптографии, вообще в квантовой тематике, развиваем, расширяем и надеемся, что это превратится в полноценную лабораторию университета Самарского, университета телекоммуникации и связи, иных наших технических вузов. И мы тоже сможем предлагать свои инновационные технологии международному рынку. Квантовые технологии пока решают задачи госбезопасности, но уже скоро станут доступны коммерческому сектору. Киберзащитой активно интересуются крупные корпорации и банковская система. Сегодня в России отмечают День матери. Пожалуй, для всех эта женщина – главное в жизни. Она всегда понимает, помогает и поддерживает. Мама – это тот человек, который радуется твоим успехам больше, чем своим. Всегда ждет, переживает и просто любит. Накануне праздника Дмитрий Азаров заявил, все меры, направленные на поддержку Института семьи, в регионе сохранятся. Он наградил многодетных женщин и поблагодарил за труд. В чем залог их успеха? Как представительницы прекрасного пола успевают и строить карьеру, и создавать семью? В нашем материале. В этой квартире всегда кипит жизнь. Дети активные и спортивные. В семье Барабановых – пятеро. Старший в это утро уже в университете. Он учится на факультете схемотехники. А младший помогает маме по дому. Вот, например, вместе готовят. Сегодня на завтрак – блинчики. Надо и сковородку брать, или кастрюлю брать. Давайте. Они сами расставляют приборы и посуду, находят соусы и джемы. И не приступают к завтраку, пока мама не скажет. Приятного аппетита! Они всегда вместе и всегда помогают друг другу. Наталья признается – трудно – один ребенок. А когда больше – воспитывать легче. Было страшно, когда первый ребенок. Когда он первый, родителям, наверное, сложно понять, что из него будет, а что получится. А удастся им стать родителями, ну, в таком, в хорошем понимании слова, настоящими родителями, удастся вырастить приличного человека. Доброго, отзывчивого, честного. Наталья и ее муж работают, но женщина уверена – быть родителями – это тоже призвание. Дети хорошо учатся, занимаются музыкой, спортом. В этом доме работает принцип – главный тот, кто старше. Это даже не обсуждается. При этом важные решения тут принимают вместе. Мнение детей всегда учитывают. Какая у вас мама? Красивая. Самая лучшая. Хорошая. А вот Наталья уже на приеме у главы региона, собравшимся в этом зале мамам, устроили настоящий праздник. К вопросу подошли креативно. Салон красоты, фотосессия. Время, посвященное только себе. У них такого обычно не бывает. Дмитрий Азаров, поздравляя женщин, говорит, их труд особый. Теме материнства уделяет большое внимание и президент России. Те решения, которые принимаются по поддержке семей в нашей стране, они, в общем-то, беспрецедентны. И они создают условия для того, чтобы и количество семей увеличилось, и для того, чтобы рождаемость повышалась. У нас за 7 лет у многодетных семей в 2 раза увеличилось количество. Владимир Путин подписал указ о 10-летии детства. Оно стартует в 2018 году. В рамках этой программы планируется совершенствование медицинской помощи, повышение доступности качественного образования, создание инфраструктуры. Эти меры должны привести к демографическому росту и увеличению количества многодетных семей. У супругов Хвостовых из Новокубишевска сейчас пятеро детей. Но Юлия не исключает, что семья еще может вырасти. По крайней мере, на одного человека совершенно точно. Еще хотелось бы дочку, чтобы было для равного счета. Три мальчика, три девочки. Малыши просят маленькую ляльку. Большое внимание институту семьи оказывается и на региональном уровне. Руководитель области на встрече заявляет, сейчас рабочая группа по льготам формирует новую систему соцподдержки. Меньше помощи не станет. Сохранятся и выплаты педагогам, ученики которых занимают призовые места на Олимпиадах. По-прежнему будет оказываться поддержка на всех стадиях обучения и трудоустройства, чтобы каждый ребенок был успешен, а мама могла им гордиться. Вы себя увековечили. Вы будете жить вечно совершенно очевидно, потому что по-другому и быть не может. Любовь потому что вечная. А выше, чем материнская любовь, наверное, и быть ничего не может. После приема мамы уже в компании мужей и детей отправились в театр оперы и балета. Наталья Барабанова призналась, выбраться всем вместе удается редко. К тому же на концерт Волжского народного хора хотела давно. Впрочем, главный подарок ей все же преподнесли сегодня. Дети готовили сюрприз две недели. Как сказала Наталья, ей очень приятно, что в ее семье всегда помнят об этом дне. Пока точки над «Р» оставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин